Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Акцию памяти Освященную годовщине Декрета о красном терроре 1918 года Будем считать открытой Совет народных комиссаров Заслушав доклад председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии По борьбе с контрреволюцией Спекуляцией и преступлением По должности о деятельности этой комиссии Находит Что при данной ситуации обеспечение тыла Путем террора Является прямой необходимостью Что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии По борьбе с контрреволюцией Спекуляцией и преступлением по должности И внесения в нее Большей планомерности Необходимо направить туда Возможно большее число Ответственных партийных товарищей Что необходимо обеспечить Советскую республику От классовых врагов Путем изолирования их В концентрационных лагерях Что подлежат расстрелу Все лица прикосновенные Белогвардейским организациям Заговорам и мятежам Что необходимо опубликовать имена Всех расстрелянных А также основания применения к ним Этой меры Постановление о красном терроре Было подписано 5 сентября 1918 года Именно этот день Стал официальной датой Про возглашение террора Как основы Внутренней политики советской России Которая повлекла за собой смерти Тысяч людей По всей стране Настанет год России Черный год Когда царей Корона упадет Забудет Чернь к ним Прежнюю любовь И пища многих Будет смерть И кровь Когда детей Когда невинных жен Низвергнутый Не защитит Закон Когда чума От смрадных Мертвых тел Начнет бродить Среди печальных сел Чтобы платком Из хижин Вызывать И станет Глад Сей бедный Край терзать И зарево Окрасит Волны рек В тот день Явится мощный человек И ты его узнаешь И поймешь Зачем в руке его булатный нож И горе для тебя Твой плач Твой стон Ему тогда Покажется Смешонно Стихотворение Предсказания Михаил Юрьевич Лермонтов Написал в 16 лет В 1830 году Здравствуйте Меня зовут Александр Даниэль Я сопредседатель Санкт-Петербургского мемориала Мы собрались здесь не для того Чтобы выслушивать речи А для того чтобы Слушать стихи и музыку Но Все таки Надо сказать несколько Предварительных слов О том почему Общество мемориал Каждый год Отмечает День 5 сентября День официального объявления Красного террора Почему Мемориал считает Необходимым Напомнить Людям об этой дате Часто приходится услышать Что красный террор Всего лишь Эксцесс Вполне Объяснимый А для некоторых И даже оправданно В условиях Братоубийственной Гражданской войны Говорят Почему вы вспоминаете О красном терроре Но не вспоминаете О терроре Белом Для нас любой террор Отвратителен Но причина Почему мы Говорим И сегодня Спустя почти сто лет Именно о красном терроре Очевидна В гражданской войне Победили не белые Победили большевики И большевики Построили Ту страну В которой Мы сейчас Живем Мы Не наследники Колчака Юденича Врангеля Единикина Мы Наследники Ленина Дзержинского Троцкого И Сталина Они Оставили нам Наследство В котором Нам Предстоит Еще Многие годы Разбираться Отказываться От этого Наследства Отказываться От этой Истории Нельзя Нельзя Принимать Наследство И отказываться От долгов Это Наша Ответственность Перед Прошлым И В этом Наша Гражданская Ответственность Сегодня Спасибо Детворение Александра Галича Снова Август В той Злой Тишине В той Неверной В тени Разведенных Мостов Ходила Она В шпалерной Моталась Она У крестов Ей В тягости? Да Нет Ей Не в тягости Привычная Как Рощерк В тягости Вот Если Бы Только Не Август Не Чёртова Эта Пора Таким же Неверно Нелепым Был Давний Тот Август Когда Над Чёрным Бернгардовским Небом Стрельнула Как Птица Беда И Разве Не В августе Снова В ещё Не Отмеренный Год Осудят Мычанием Слова И Совесть Отправят В расход Но Это Потом А Покуда Которую Ночь Над Невой Уже Не Надеясь На Чудо А Только Бузнать Что Живой И В сумерки Вписаны Чётко Как Вписаны В нашу Судьбу По-царски Небрежная Чёлка Прилипшая К мокрому Лбу О Шелест Финских Сосен Награда За труды Но Вновь Приходит Осень Пора Твоей Беды И Август И Как Будто Всё То же Как Тогда И Врёт Мордаст И Будда Что Горе Не Беда Но Вьётся Вьётся Чёлка Колечками На Лбу Уходит В ночь Девчонка Пытать Твою Судьбу Глядят За нею Постно Из окон Сотни Глаз А ей Плевать Что Поздно Что Комендантский Час По улице Бесцветной Подок Рик Патрулей Идёт Она Бессмертной Походкой Твоей На Праздник Или На Плах Уйдёт Она Как Ты По Пряжке Через Прагу Искать Свои Кресты И пусть Судачат Глупые Соседи Пусть Кто-то Обругает Не со Зла Она Домой Вернётся На Рассвете И Никому Слово Где Была Но С мокрых Пальцев Облизнёт Чернила И Скажет Притулившись В уголке Прости Но Мне Бумаги Не Хватило Я На Твоём Пишу Черновике Мы Не Ведём Войны Против Отдельных Лиц Мы Истребляем Буржуазию Как Класс Не Ищите Наследствия Материалов И Доказательств Того Что Обвиняемый Действовал Делом Или Словом Против Советской Власти Первый Вопрос Который Мы Должны Ему Предложить Какому Классу Он Принадлежит Какого Он Происхождения Воспитания Образования Или Профессии Эти Вопросы И Должны Определить Судьбу Обвиняемого В этом Смысл И Сущность Красного Террора Мартин Лацис Член Коллегии ВЧК Опыт Бесчеловечности Приобретенный В годы Гражданской Войны Стал Той Основой На Которой Были Развернуты Последующие Террористические Компании Советской Власти Власти Включая Раскулачивание Большой Террор Тридцать Седьмого Тридцать Восьмого Года Депортации По этническому Признаку Сороковых Годов Ленинградское Дело Дело Врачей Убийц И Так Далее Красный Террор Не стал Эпизодом В Гражданской Войны Он Начался В сущности Задолго До Пятого Сентября Восемнадцатого Года Но Выражался В основном В Бессудных Убийствах С пятого Сентября Он Стал Частью Политики Новой Власти Инструментом С помощью Которой Советская Власть В течение Еще многих Десятилетий Решала Свои Социальные И политические Проблемы Вслед за Красным Террором Уже После Окончения Гражданской Войны Последовал Террор Против Церкви Террор Против Интеллигенции Самая Наверное Масштабная Катастрофа Которая Постигла Нашу Страну В Двадцатом Веке Коллективизация И Раскулачивание Ужас Тридцать Седьмого Тридцать Восьмого Годов Депортации Народов Но Всего Не Перечислишь По Подсчетам Историков Жертвами Государственного Террора Стало Не менее Одиннадцати С половиной Миллионов Человек А если Считать Жертвы Искусственного Голода Жертвы Бесчеловечных Уголовных Законов Вроде Закона О семи Колосках Или Закона Катушки Ниток И Подобных Антиправовых Актов То Наберется Пожалуй Миллионов Двадцать И Всему Этому Было Положено Начало Именно Красным Террором Красный Террор Не был Средством Укрепления Тыла Как Лгали В своем Декрете Большевики Это Он Уже Тогда Использовался Как Инструмент Социальной Инженерии Вы Слышали Слова Латиса О Критериях По которым Должен Применяться Красный Террор О Сущности Его У нас Нет Оснований Не верить Члену Коллегии ВЧК Вот Именно Именно Поэтому И на этом Я закончу Именно Поэтому День 5 Сентября 18 Года Большими Кровавыми Буквами Впечатан В нашу Историю Осип Мадельштам Осип Миличный Писал Стихотворение Как раз В 18 Году Чувствуя Предвидя То что происходит И будет Происходить На страшной Высоте Блуждающий Огонь Но разве Так Звезда Мерцает Прозрачная Звезда Блуждающий Огонь Твой Брат Петрополь Умирает На страшной Высоте Земные Сны Горят Зеленая Звезда Летает О, если Ты Звезда Воды И неба Брат Твой Брат Петрополь Умирает Чудовищный Корабль На страшной Высоте Несется Крылья Расправляет Зеленая Звезда В прекрасной Нищете Твой Брат Петрополь Умирает Прозрачная Весна Над Черною Невой Сломалась Воск Бессмертья Тает О, если Ты Звезда Петрополь Город Твой Твой Брат Петрополь Умирает Навести Точис Массовый Террор Расстрелять И вывести Сотни Проституток Спаивающих Солдат Бывших Офицеров И тому Подобное Не минуты Промедления Проведите Массовые Обыски Заношение Оружия Расстрел Организуйте Массовую Высылку Меньшевиков И других Подозрительных Элементов Первое Повесить Непременно Повесить Дабы народ Видел Не меньше Ста Заведомых Кулаков Богатеев Кровопийц Второе Опубликовать Их имена Третье Отнять У них Весь хлеб Четвертое Назначить Заложников Согласно Вчерашней Телеграмме Сделать Так Чтобы На сотни Верст Кругом Народ Видел Трепетал Знал Кричал Телеграфируйте Получение Исполнение Ваш Ленин Найдите Людей Потверже Мы Мы Должны Увлечь За собой 90 Миллионов Из 100 Населяющих Советскую Россию С остальными Нельзя Говорить Их Надо Уничтожить Григорий Зиновьев Председатель Петросовета Сентябрь Сентябрь Года В течение Нескольких Месяцев После провозглашения Постановления О красном терроре В Петрограде Без суда Не менее Полутора тысяч Человек Были Казнены Вот Их имена Прошу Раздайте Пожалуйста Листочки С именами Расстрелянных После постановления О красном терроре Анна Ахматова Чем хуже Этот век Предшествующих Разве Тем Что в чаду печали И тревог Он К самой черной Прикоснулся Язве Но Исцелить ее Не мог Еще на западе Земное солнце Светит И кровли городов В его лучах Горят А здесь Уж белая Дома крестами Метит И кличет Воронов И вороны Летят Диктатура Пролетариата Означает Ничто иное Как ничем Не ограниченную Никакими Законами Никакими Абсолютно Правилами Не стесненную Непосредственно На насилие Опирающуюся Власть Из разъяснений Ленина Стихотворение Александра Блока Все ли спокойно В народе Нет Император Убит Кто-то О новой Свободе На площадях Говорит Все ли готовы Подняться Нет Каменеют И ждут Кто-то Велел Дожидаться Бродят И песни Поют Кто же Поставлен У власти Власти Не хочет Народ Дремлют Гражданские Страсти Слышно Что Кто-то Идет Кто-то 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 Народный Отсюда Варина Цветаева Слезы Слезы Живая Вода Слезы Слезы Благая Беда Закипайте Из жарких Недр Проливайтесь Из жарких Век Гнев Господень Широк И щедр Да снесет Его Человек Дай Разок Вздохнуть Свежим Воздухом Размахни Мне В грудь Светлым Посохом Размахни Светлым Воздух БлагPlease Я Благодарю Светлым Отклу Светлым Скрытз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первым жертвам советского террора Прошу вас через Иоаннов мост Лавки допустил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Потому что эта тюрьма продолжала свою службу и после Октябрьского переворота И самая кровавая страница в истории этой тюрьмы связана именно с советским периодом советской власти Это самым тщательным образом скрывалось В конце 80-х годов при очередных земляных работах на территории крепости Прокладывался какой-то кабель очередной Это был 1989 год Вот здесь, напротив Орельона Головкина-Густиана Были обнаружены останки нескольких человек со следами насильственной смерти Никто из нас об этой находке не знал Никаких сообщений для печати не было сделано Находки аккуратно, впрочем, упаковали, уложили в ящик и спрятали в фондах музея истории Ленинграда Так тогда назывался музей, сейчас музей истории Петербурга В 2007 году, как видите, дистанция огромного размера Очередные земляные работы Вот эта территория называется полигон Петропавловской крепости Названия возникшие еще до революции Значит, очередные земляные работы на полигоне И снова случайные находки останков И опять следы насильственной смерти И вот в 2007 году все-таки были сделаны первые шаги То есть останки, обнаруженные в 1989 и в 2007 были направлены на судебно-медицинскую экспертизу Она была выполнена самым тщательным образом И итог снимал всякие сомнения по поводу происхождения этих останков Да, эти люди были расстреляны И время расстрела это 1920 год, ну плюс-минус И казалось бы, после этого надо было бы начать Планомерно финансируемое государством исследование этой территории Потому что, повторяю, свидетельства современников о том, что здесь были расстрелы Уже известны и получили широкое распространение и так далее Ничего не происходит И вот здесь, надо сказать, определенную роль сыграл мемориал Мы начали общественную кампанию Кампанию давления на власти городские, прежде всего, но и федеральные С требованием все-таки начать планомерные исследования некрополитерора Прошел восьмой год, девятый Подходил к концу Добиться нам ничего не удавалось И вот в самый канун нового 2010 года Когда прокладывалась вот эта вот дорога, на которой вы стоите Вот приблизительно в том месте, где сейчас милицейский автомобиль Стоит рабочие дорожники Ковшом экскаватора Зацепили очередной могильник Надо отдать должное этим рабочим Они тут же заглушили мотор Остановили работу Вызвали сотрудников музея и сделали заявление В полицию Через некоторое время здесь появились профессиональные археологи Во главе с Владимиром Кельдюшевским Это замечательный человек Который вот все эти годы и возглавлял поисковые отряды Которые исследовали эту территорию Сегодня Кельдюшевский с нами И те из вас, кто хочет с ним познакомиться и расспросить его Будут иметь такую возможность Так вот сюда пришел, ну представляете, декабрь, да? Причем декабрь 2009 года был морозный, снежный И тем не менее ребята, поставив вес над собой Провели исследование этой расстрельной ямы Там оказались останки 16 человек В том числе одной женщины И вот уже после этого Власть дрогнула Дальше сдерживать Начало полномерного исследования некрополя террора У них не хватило сил и духа И со следующего 2010 года Вот эти вот полномерные исследования Начались Они продолжались Вплоть до конца минувшего года Значит, если вы внимательно посмотрите по сторонам То вы увидите, что на газонах И к югу, и к северу от дороги стоят такие шестые полышки Их всего должно быть 12 Каждый из них отмечает то место, где были найдены останки казненных людей Всего их экспедиция Кельдюшевского Обнаружила более 160 Более 160 казненных Пока мы знаем имена Только десятой части из них Это те самые 16 человек Останки которых Были обнаружены В декабре 2009 года Среди них и герой Обороны Порт-Артуры Генерал Рыков Идентификацию которого В полном объеме удалось Благодаря участию родственника Завершить И родственники же Его останки Перезахоронили В семейном месте На Новодевичьем кладбище Но мы знаем имена И еще 15 человек Которые Были казнены одновременно с Рыковым Почему так получилось? Ну об этом довольно внятно написали сотрудники музея Ну потому что Рыков Был инвалидом Он потерял на русско-японской Войне ногу И вот Один из найденных Казненный Имел эту травму Возникло предположение Что это Рыков А В Петроградской печати Был опубликован Список расстрелянных Я сейчас точную дату не помню Но это 18-й год 18-го года 16 человек И среди них генерал Рыков Возникло ощущение Что Это именно та группа расстреляна А когда Выяснилось Что в списке Опубликованном в газете Есть И женская фамилия Шульгина Было установлено Что в этой группе 16-ти Есть женщина Ну тогда Это ощущение Окрепло Это гипотеза Окрепло Ну а затем Как я уже сказал Анализ Научный Всесторонний Подтвердил Что это Рыков А стало быть И все остальные По именам Нам известны Но это 10% Из всего того Что здесь На сегодняшний день Удалось найти Всего 10% Может быть Самое Страшное Во всей этой истории Господа То что Абсолютное Большинство Жертв Красного террора Остаются Безымянными По сей день Вот наш коллега Анатолий Разумов Уже многие годы Выпускает Том за томом Ленинградский Мортиролог Это Пока Списки Жертв Большого террора 37-38 год Там есть имена Мы не знаем Где они похоронены Есть предположение Что это все-таки Левашовская пуст Но есть Их имена В случае С красным террором Большинство Имен Неизвестно По сей день И вот Останки Найдены А кому Они принадлежат Мы пока Не знаем Из всей основания Предполагать Что в этой группе Находятся И останки Четырех Великих Князей Павла Александровича Я уже Упомянул Это Великий Князь Николай Михайлович Один из Лучших Русских Историков Начала 20 века Это Его Брат Георгий Михайлович Руководитель Русского Музея С момента Основания Это Дмитрий Константинович Все они Были расстреляны В Петропавловской Крепости И вполне возможно В одной из этих ям Были обнаружены Их останки Но вот пока Исследование Не продвинулось Настолько далеко Чтобы быть В этом уверен Через три года Будет столетие 5 сентября Столетие дня Когда террор Был объявлен Ну То что называется Основой Государственной Политики Новый Власт И я Глубоко Убежден В том Что К этому Столетию Здесь В центре Петербурга В том Самом Месте Где проходили Эти первые Казни И где На протяжении Почти всего 20 века Лежали Эти безымянные Останки Обязательно Должен быть Открыт Мемориал Обязательно Должен быть Открыт Мемориал И вот Интерьерный театр Совместно с нами С мемориалом Сегодня Пригласил Всех вас На символический Акт Закладки Символического Памятного Знака На месте Будущего Мемориала Вот то Что вы Видите Напротив Себя Это Знак Напоминающий О необходимости Сооружения Здесь Мемориал Мы Вовсе Не претендуем На то Чтобы Навязывать Будущим Скульпторам Архитекторам Какое-то Решение Я вообще Считаю Что это Настолько Ответственное Место И настолько Важная Трагическая Тема Что здесь Допустимый Международный Конкурс Вот Но Мы сегодня Делаем Первый шаг Мы напоминаем Городу и Миру О том Что вот здесь Все это Произошло И что Здесь Должен быть Памятник И мы будем Приходить Сюда Каждый год Пятого Сентября И напоминать Городу и Миру О необходимости Эту дань Памяти Все-таки Совершим И не успокоимся Пока Мы Не добьемся Это Надеюсь Вы нас Поддержите Спасибо Есть 16 имен Которые Мы сегодня Можем Назвать И которые Мы сегодня Можем Почтить И я Прочту Эти имена Здесь Покоится Ковалевский Владимир Павлович Морозов Владимир Владимирович Де Симон Анатолий Михайлович Плен Павел Михайлович Шульгина Вера Викторовна Бетулинский Юрий Андреевич Веселкин Веселкин Михаил Михайлович Туманов Владимир Спиридонович Логин Степан Осипович Гробовский Александр Александрович Соловьев Георгий Александрович Трифонов Иван Николаевич Христик Иосиф Павлович Абрамсон Кальман Абрамович Смирнов Иван Александрович Ирыков Александр Николаевич Перезахоронен В 2011 Году На Новодевичем Кладбище Почти минуты Молчания Всех Лежащих Здесь Жертв Спасибо В качестве Еще одного Стихотворного Текста Мы сочли Уместным Чтобы Здесь Прозвучало Стихотворение Александра Блока Которое Сегодня Обращено И к нам И к нашим Потомкам Прошу вас Рожденные В года Глухие Пути Не помнят Своего Мы Дети Страшных Лет России Забыть Не в силах Ничего Испепеляющие Годы Забвенье Льв вас Надежда Львесть От дней От дней Войны От дней Свободы Кровавый Отблеск В лицах Есть Есть Немота То Гул Набата Заставил Заградить Уста В сердцах Восторженных Когда-то Есть Роковая Пустота И пусть Над нашим Смертным Ложем Завьется С криком Воронье Тех Кто Достойней Боже Боже Да Узрят Царствие Твое Спасибо Еще Одну Реплику Просит Александр Давыдович Марголес После чего Мы попросим Наших Музыкантов Да Исполнить Поминальную Мелодию И я Скажу Последние Слова Прошу вас Друзья Я Забыл Обратить Ваше Внимание На одну Пронзительную Деталь Когда мы Покинем Это место Вы Не сообразите О чем Я Вам сейчас Скажу Посмотрите Пожалуйста Налево Вот там На противоположном Берегу Кронверска Говорю О Обелиске На месте Казни Декабристов Это Противоположный Берег Кронверска Протока Остатки Восточного Увала Кронверка Петропавловской Крепси Этот обелиск Был там Открыт Летом 1975 Года 150-летнюю Годовщину Казни Декабристов Как Говаривал Пушкин Бывают Странные Сближения Вот эти Вот эти Вот два Мемориала Отмечающие Места Казни Разведенных По времени Почти Век Оказываются Фактически Друг Против Друга Примерно В одном Месте Нашего Города И то и другое В полном Объеме Неопубликованных У него В частности Есть Страницы Посвященные Как раз Этому месту Этим Расстрелам Он В 18-19 Годах Жил На Петроградской Стороне На Раненбаумской Улице Казенном Доме Печатного Двора И вот Рабочие Печатного Двора Бывшие Свидетелями Этих Расстрелов Ему Мальчику 12 лет Было Тогда Лихачеву Рассказывали О том Что они Видели И Лихачев Пишет Именно Об этом Месте Ссылаясь На Рабочих Печатников Которые Были Свидетели Вот К сожалению Этот Фрагмент Воспоминания Лихачева До сих пор Не опубликован Вот А то Что опубликовано Я сейчас Вам зачту Это Будет Перекликаться С той Мыслью Которая Позвучала Сегодня Из уст Александра Даниэля При открытии Нашей акции Лихачев Пишет Одна из Целей Моих Воспоминаний Развеять Миф о том Что наиболее Жестокое Время Репрессии Наступило В 1937 Году Волны Арестов Казней Высылок Надвинулись Уже с начала 1918 Года Еще до Официального Объявления Осенью Этого года Красного Террора А затем Затем Прибор Прибой Все время Нарастал До самой Смерти Сталина И кажется 37-й год Был только Девятым Валом Не Сталин Начал Красный Террор Он придя К власти Только Резко Увеличил Его До Невероятных Размеров Мысль Очень важная И подчеркиваю В разговорах Со мною Дмитрий Сергеев Демонстрировал Ну Исключительную Озабоченность Вот этим Вот перекосом Исторического Сознания Своих Соотечеств Он говорил Что 37-й год Это Конечно Пик Но Начало Этого Процесса Который Не прерывался Ни на Один Год Это Год 17-й И 18-й И Таким Образом Я вновь Соглашаюсь С Александром Даниэлем Красный Террор Вовсе Не Эпизод Гражданской Войны Это Начало Террористического Режима Который Терзал Нашу Страну В течение Многих Десятилетий А Впоследствии Этого террористического Периода Мы ощущаем Посей День Поэтому Конечно Внимание Первым Жертвам Террористического Режима Многократно Оправдан Спасибо И Последнее Что я бы хотел Здесь сейчас Сказать Нам кажется Что Сейчас Уместно Чтобы Прозвучала Музыка Как Самое Сильное Самое Мне кажется Главное Высказывание Наше О том Что Здесь Для нас Сегодня Вчера И Завтра После Чего Можно Уже Как говорится Предоставить Свободный Микрофон Здесь Есть ряд Замечательных Людей Которым Есть что Сказать И если Желание Устроителей Из мемориала И собравшихся Будет Что-то Сказать И услышать То мы Можем Это сделать Хотя Нам Кажется Что Сегодня Важнее Чисто Церемониальная Ритуальная Часть И Самая Главная Информация А не Какой бы То ни Было Митинг И разговор Музыка Кажется Нам Важнее Прошу Музыка 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 Спасибо Ну вот На этом Я бы хотел Закончить Ту нашу Организованную Продуманную Часть Сегодняшнего Действия Поблагодарить Всех Собравшихся Предложить Возложить Цветы Или то Что Принесено На Наш Символический Знак И Попрошу Сюда Александра Даниэля Как представителя Организаторов Мемориала И если Есть Необходимость И желание Выступить У ряда Замечательных Людей Которые Здесь Присутствуют То это Уже Вопрос Мемориала Друзья Около Нашего Символического Памятного Знака Лежат Лежат Веточки Бузины Которую Мы Выбрали Ну Как бы Как бы В качестве Цветов Могиля И Желающие Могут Подойти По одному Взять Веточку Укрепить Ее на Проволочной Сетке Ну Желательно Все-таки Не толпой А поодиночке Подходить И Класть А Значит Что касается Свободного Микрофона Вот он Свободный Микрофон У меня уже Попросили Разрешение Выступить Профессор Погубки Олег Петрович Просил Разрешение Собственно Наши Ритуальные Наши Церемонии Закончены Сейчас Действительно Если кто-то Что-то Хочет сказать Пожалуйста Уважаемые друзья Я не хочу Затягивать Эту трогательную Церемонию